Своебразный подарок ко дню Конституции преподнесли Казахстану спецслужбы Германии. Полицейские Франкфурта на Майне отрапортовали о поимке генерального консула республики Ахата Алпызбаева. Его обвиняют в контрабанде сигарет. Задержанный личный помощник дипломата. Представитель МИД Казахстана Жанбала Тусенов подтверждает сам факт ареста, но от более подробных комментариев отказывается. Мы сейчас работаем с нашими немецкими партнерами и выясняем все обстоятельства произошедшего. Так и осталось неясным, каким образом был арестован дипломат и обладал ли он статусом неприкосновенности. Это не единственный случай задержания казахстанских дипломатов за рубежом, вспоминает экс-посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев. В 2009 году Нурлан Абжанов, майор КНБ, был также депортирован, объявлен персоной Нонграда и депортирован в Казахстан. Так как он занимался преступной деятельностью на территории Австрии и Германии. Он был главным организатором покушения в отношении меня, Мусаева и других людей, которые проживали в Австрии. Подобные аресты говорят о системе политических назначений на дипломатические посты. С формальной точки зрения, кандидат для службы за границей проходит крайне жесткий отбор. Его выдвигают в Министерстве иностранных дел и только после утверждения в Комитете национальной безопасности назначают на пост. В реальности же, говорят инсайдеры, их просто спускают на прошутах в посольство. Это полностью соответствует общей политике государственного управления, которое используется в Казахстане. Если Назарбаев может воровать, грабить страну, сидеть на нефтяной трубе и пользоваться тем, что он главный в стране. То и на нижнем уровне люди, которых он назначает, они также с такой же психологией приходят на государственную службу, чтобы использовать государственное служебное положение для своего личного обогащения.